Привет-привет-привет, дорогие друзья! Мы вернулись с нашим подкастом. В очередной раз мы не записали подкаст перед матчем Российской Премьер Лиги. В очередной раз Локомотив не смог ничего противопоставить нашему сопернику на этот раз в Сочи. Поэтому исправляемся, поэтому выходим в эфир перед матчем с Атлетико. Это наш любимый Атлетико, с которым мы встречаемся уже третий раз за последние 4 года. И, собственно, интересно сейчас будет обсудить, как изменился Локомотив, как изменился Атлетико. Сможем ли мы что-то противопоставить им на этот раз? Со мною снова Александр Малых, ваш любимый эксперт нашего ЕЖИ-подкаста. Привет, Саш! Привет, Тим! Привет всем слушателям! Мы тут таким компанией глоров не замечаем, что происходит в чемпионате России. И акцентируемся исключительно на высоких, афишных европейских матчах. Но мы очень постараемся исправиться. Я очень надеюсь, что мы успеем записаться перед Динамо. Есть на это определенные шансы. И тогда уж, конечно, Локомотиву не останется других шансов, кроме как одержать победу над белыми-голубыми. Но это будет потом. Пока у нас на повестке дня Атлетико. У Локомотива одно очко после двух матчей, у Атлетико три очка после двух матчей. Смотрел ли ты матч Атлетико с Зальцбургом? Я посмотрел 25-минутный хайлайт матча Атлетико-Бавария. Но там больше, конечно, про Баварию можно было что-то смотреть и думать о том, как они играют. И практически полностью посмотрел матч против Зальцбурга. И вот все, кто писал, что Атлетико не тот, Атлетико не атакует, Атлетико не знает, как создавать моменты. Я что-то не очень понял, за счет чего люди делали такие выводы предыдущие. Потому что по этому матчу они мне очень понравились. Ну, у Атлетико были матчи в Ла Лиге, в которых они никак не могли вскрыть соперника. Это Уэско и Вильяреал не самые, прямо скажем, статусные соперники. Но эти матчи закончились со счетом 0-0. С другой стороны, у Атлетико уже достаточно весомое достижение в Ла Лиге. Они 22 матча подряд идут без поражений. В том числе и в нынешнем розыгрыше Ла Лиги. У них после шести матчей четыре победы и две ничьи, те самые по 0-0. Вообще во всей Ла Лиге они за эти шесть матчей пропустили всего два раза. Один раз от Гранады и один раз от Ассасуны. Причем эти голы, ну, как понятно, ничего вообще не решали. С другой стороны, с другой стороны, есть Лига Чемпионов, в которой Атлетико за два матча пропустил шесть голов. Четыре от Баварии и два от Зальцбурга. Да, понятно, что от Баварии можно пропустить четыре, и это не зазорно. Но два мяча, которые пропустил Атлетико от Зальцбурга, мне кажется, это достаточно тенденциозно. И в прошлые года себе Атлетико такого, наверное, не позволял. Ну, действительно, я не думаю, что за последние годы Атлетико пропускал шесть, вообще, наверное, за весь групповой этап. Поэтому для них, наверное, немножко другие стартовые позиции. Но я немножко почитал испанскую прессу после матча с Баварией. Там было достаточно много критики Симеона за то, что он никак не балансирует, условно говоря, между соперниками. То есть, что на Баварию не придумали ничего нового. То есть, план достаточно оборонительный, достаточно быстро провалился. Какого-то плана Б у команды на тот матч не нашлось. И мне кажется, что во многом, может быть, поэтому матч с Зальцбургом Атлетико начали в очень большом атакующем стиле. Высоко очень играли крайние защитники. И даже они не всегда возвращались вообще при каких-то контратаках Зальцбурга. Мы хорошо, я думаю, помним. А когда даже забываем, нам быстро аккаунт Лиги Чемпионов напоминает, как Атлетико умеет быстро садиться в оборону, даже против не самых звездных команд, таких как Локомотив Москва. А вот с Зальцбургом сильно бросилось в глаза то, что не было такого, что мы атакуем и тут же компактно возвращаемся назад. Нет, Трипье играл очень высоко. Левый защитник тоже практически все время проводил на чужой половине поля. И я думаю, что во многом с этим связано то, что Атлетико пропустил два необязательно гола. Левый защитник это Ренан Лоди, которому дали отдохнуть в матче с Сососуной. Вообще в матче с Сососуной это последний матч Атлетико на данный момент. Была достаточно, ну, определенная ротация произведена. И, например, не играл Суарес, не играл тот же Лоди. И наоборот появились некоторые футболисты типа Хименоса, которые долго не играли и наконец-то вот стали получать игровую практику. Но я все еще вернусь к матчу с Зальцбургом. Очень сильно показалось то, что матч Атлетико с Зальцбургом похож на наш матч с Зальцбургом. Тоже первый забили. Потом два пропустили, причем точно так же в конце тайма первого, в начале тайма второго. И потом уже пошло отличие. Атлетико очень быстро выправил ситуацию, сравнял. А в концовке уже забил третий гол. Я уже с тобой обсуждал это на нашем подкасте, когда мы обсуждали, в принципе, наших соперников в Лиге Чемпионов, что Атлетико очень похож на Локомотив. У тебя не усилилось это впечатление за вот то время, что прошло с нашего того подкаста? Если бы я сначала посмотрел матч с Атлетико с Зальцбургом, а потом только Локомотивы с Баварией, наверное, оно бы было вообще максимально совпадало, что действительно так получается, что та самая схема 4-4-2, по которой строят игру обе команды, достаточно большое внимание обороне и жалить в быстрых контратаках, если так получается. Да, Атлетико — это Локомотив на максималках. Смотри, я даже заметил то, что в матче с Редбулом Атлетико в защите делал ту самую елочку Николича 4-3-2-1. Я не знаю, делал ли он ее в каких-то других матчах. Может быть, он пытался точно так же противостоять Баварии. Этот матч я не смотрел по понятным причинам, что мы вряд ли сможем играть как Бавария против Атлетико, чтобы воспользоваться всеми их слабыми местами. Но, возможно, именно эту елочку тоже украли у Атлетико, ну как украли, позаимствовали и хорошо исполнили, гораздо лучше, чем сам Атлетико. Видимо, это сделало против Баварии. Но сам факт этого был. Чем Атлетико, нынешний Атлетико, отличается от прошлогоднего Атлетико? Потому что какие-то изменения точно произошли. И чисто визуально, мне кажется, Атлетико изменился. Когда я посмотрел несколько матчей, у меня ощущение того, что это достаточно сильно другая команда. Ну, наверное, в первую очередь будем говорить про исполнителей на поле. То есть все-таки Тома Парти я котирую как одного из лучших опорников Ла Лиги вообще всей. И то, что он ушел хоть и не так давно, но все равно повлияло немножко на игру. Торейра тоже, безусловно, очень крутой. Я не очень понимаю, чем его Артета так не взлюбил. Томас Парти сегодня выходил за Арсенал и помог своей команде обыграть Манчестер Юнайтед. Дальше видно, что не такую большую роль играет в этой команде уже Диего Коста. Все-таки возраст, и, как всегда, он немножко хандрит на второй-третий сезон в одной команде. Даже несмотря на то, что Атлетико это, по сути, его родная в этом десятилетии команда. Но все большую роль играет Жоа Фелиш, которого в прошлом году не критиковал, разве что совсем ленивый. У меня вот тоже недавно со своим другом обсуждали испанский футбол. И вот как друг говорил, что как люди покупают за 120 миллионов человек, а он настолько плох. Но почему-то все забывают, что он пришел всего год назад. Конечно, этот футбольный год у всех идет за три. Все думают, потому что он немножко растянулся. Но человек играет чуть больше сезона в европейской топ-лиге. И мне кажется, что это очень классный нападающий, который только раскрывается с каждым месяцем. Все лучше и лучше. Атакующая линия у Атлетико действительно очень сильно изменилась. Сейчас Диего Коста травмирован. Не попал в список тех футболистов, которые полетят в Москву. И поэтому троица, наверное, атакующая, кого мы можем ждать в различных сочетаниях. Это Луис Суарес, это Жоао Фелиш и Маркос Льорента. Который периодически выходит то нападающим, то куда-нибудь на фланг, но то в центр. Но при этом все равно очень активно подключается вперед. И начиная где-то, наверное, с весны, с лета стал чуть ли не главной забивной силой для Атлетико. И всех этих трех футболистов, соответственно, ну как, Фелиш, конечно, наш злой гений. Но тем не менее, в прошлом году они точно не были лидерами Атлетико. Но что интересно, да, Луис Суарес это игрок, который пришел из Барселоны. И у него свой культурный код, футбольный код, как он умеет играть, как он привык играть. Жуао Фелиш, это тоже, ну абсолютно, мы много раз тоже отмечали, что это категорически не Симеоновский игрок. Это фантазиста, это человек, который придумывает на поле и исполняет какие-то крутые вещи. Ну, Маркос Льорента больше похож на футболиста, который, от которого Симеоне бы любил. Но вот интересно, что вот на данный момент атака Атлетико, она очень сильно не Симеоновская. Не вот под какие-то быстрые, дальние передачи, быстро принять мяч, в два паса дойти до штрафной, пробить, забить, откатиться назад. Как это было в предыдущие годы. А больше под контроль мяча, под что-то придумать. И второй гол, который был забит Атлетико в ворота Зальцбурга, это, конечно, Барселона практически. Ну да, там очень красиво раскатали в четыре передачи вблизи штрафной. И, ну, ничего, кроме этого забитого гола, было несколько очень похожих моментов. И каждый раз там Фелиш либо сам создавал этот момент, либо, наоборот, оказывался на острие. Ему здорово ассистировали Корея. И мне по матчу с Баварией очень понравился Караско. Наверное, для Мотива это плюс все-таки, что он пропустит этот матч. Потому что, как минимум, будет чуть меньше глубины состава. В случае, если понадобится замена и тому подобное. Там, к сожалению, есть кому заменять. И Лемар, который до сих пор сидит в запасе Атлетико, которого, наверное, бы многие, в том числе топ-клубы, бы хотели. Но Лемар просто сидит и ждет своих шансов. Лемар — это аферист из той самой расхайпленной команды Монако, которую разобрали за много миллионов евро. На самом деле, вот когда мы говорим про атакующих игроков, едва ли не сразу у меня возникает мысль сказать что-то про трипье. Потому что человек, будучи правым защитником, по-моему, участвует абсолютно во всех атаках Атлетико. Таких чуть более долгих и затяжных. По-моему, там у него тепловую карту, если посмотреть, мне кажется, он на одном уровне где-то с фейлишем будет играть. И, с одной стороны, это, конечно, можно в плюсы Локомотиву записать. Это вот они, мне кажется, будут достаточно похоже играть как повар действовал против Локомотива. То есть в той связи, что Локомотива в атаке, в контратаке будет вот та вот, ровно та же зона между центральным защитником и высоко подключившись справа. Но трипье, как по мне кажется, достаточно средний крайний защитник. Но Симеон на него нахладывает очень большую роль в построении атак. И он едва ли у них не главная креативная мощь именно на правом фланге. Ну да, одна из опций атаки Атлетика, безусловно, это правый фланг, который гораздо более активен, мне кажется, чем Ринан Лоди, который слева бегает. И тоже классный вообще защитник и тоже умеет подключаться вперед. Но именно в плане атак, в плане вот того, как веерно все это развивается, они стараются довести мяч до правого фланга. И там уже от трипье действовать либо передачей, либо навесом. В меньшей степени, кстати, навес они используют. В большей степени пытаются войти через центр. И это тоже, ну, достаточно новая фишка для Атлетика, которой, мне кажется, раньше не было. Но, опять же, в прошлом году Кирин Трипьер только приходил в Атлетика. И я слушал подкаст, по-моему, Лукомского, который говорил о том, что Трипье это главная сила у Сибиона. И он там всем заправляет, через него строят атаки. И вообще нужно максимально на него внимание обращать. Но и то, что я посмотрел у Атлетика, кроме Локомотива, и сами матчи с Локомотивом, мне Трипье вообще не запомнился. И в целом, ну, безусловно, качественный игрок. Безусловно, отличный. Его вот и Дову вспоминал в своем интервью, как человека, против которого было очень тяжело играть. Но еще одна вещь, которую я подметил, когда смотрел матчи испанской Ла Лиги. Почти все они так или иначе пытаются действовать через фланг Трипье. И очень много моментов приходит именно с навесов, с левого фланга атаки этих самых команд. Но при этом забитых мячей очень мало. Как я уже говорил, их всего два. И гол, который забил Асасуна, к Трипье никакого отношения не имеет. Тоже навес, но с другого фланга. И там Будемир просто переиграл двух центральных защитников. Так что, с одной стороны, конечно, будут возможности, которые получат наши игроки за спиной Трипье. Возможно, и за спиной Лоди тоже. С другой стороны, вот эти вот навесы, они по большому счету не приносят успеха. Ведь если мы посмотрим матчи Лиги Чемпионов, там Зальцбург... Да, в том числе, конечно, второй гол Зальцбурга пришел с левого края. Но эта атака была... Они очень сильно выманили всех на свою половину поля. И очень опасно было у них в плане потери мяча. Но они смогли выйти из-под прессинга. Пошла резкая передача. И там уже просто прострел прошел. Идеальнейший прострел прошел на Беришу между защитниками и Облаком. Но в остальном Зальцбург не играл флангами. И голы Баварии тоже, да, можно в какой-то мере сказать, что они приходили с флангов. Но это были изнутри штрафной. Что Коман, который забил первый гол, что когда он отдавал на Горецкую, это все-таки были голы, ну, такие вертикальные, скорее, нежели фланговые атаки. И в этой связи я, наверное, все-таки бы для Локомотива не советовал упираться именно во фланговую игру. Ну, вот мне еще из того, что запомнилось, мне кажется, что Трипье не очень силен в единоборствах один в один в защите. И я думаю, что вполне вероятно Антону будет прям установка пробовать обыгрывать в один в один и смещаться в центр. Что-то подобное, как бы, Коман сделал идеально в первом туре этой Лиги Чемпионов. Я думаю, что Антону точно стоит пробовать как можно чаще обводить Трипье один в один. Но при этом я точно уверен, что у наших крайних защитников будут возможности для того, чтобы делать навесные передачи. И у Живоглядова, и тем более у Рыбуса. И в этом плане на них, мне кажется, будет очень большая ответственность, чтобы хотя бы один из их 25 навесов все-таки нашел голову Зе Луиша. Дай Бог здоровья нашим крайним защитникам. В первую очередь хочется всегда об этом говорить. Ну, если мы так немножко с тобой, как в близ шахматах, обмениваемся ходами на достаточно разные темы, я бы еще, возвращаясь к атаке Атлетика, я вполне предполагаю, что очень много будет ситуаций а-ля, как я уже сказал, повар против Рыбуса, когда Мацей, ну, по сути, он не может законтрить пас вот к крайнему защитнику внутроштрафной. То есть нападающий, наверное, это получается по расстановке тот же Феликс, либо Суарес будут заставлять Мацей смещаться сильно в центр. Антон вряд ли будет успевать и вообще не особо должен идти за крайним защитником в штрафную. И вот быстрые переводы с левого фланга направо, я думаю, что мы это много увидим во вторых. Во-первых, у нас наши защитники всегда абсолютно играют очень узко и, да, по матчу с Баварией много людей говорили о том, что Рыбус виноват в том, что повар имел все эти свои возможности, но по факту, конечно, у него не было ни единой возможности нас защитить от этого, потому что все время он находился гораздо уже и с другими игроками Баварии, а за, соответственно, подключающимися крайним защитниками должны были следовать либо опорники, либо, возможно, в некоторых случаях там и Антон Миранчук подключался. Но, естественно, раз эти передачи проходили, то делали они это не всегда. Против Баварии мы наконец-то сменили тактику, наконец-то мы сыграли не 4-4-2, а ее, ну, такой вариацией 4-3-2-1 в обороне, и это, ну, все-таки, я думаю, приносило успех для нас долгое время и позволяло нам создавать какие-то возможности и вести контр-игру с Баварией. Есть ли шансы, что эти 4-3-2-1 помогут нам против Атлетика? Видишь, как мы в прошлый раз решили даже не тратить эфирное время на обсуждение других схем, и Марка послушал наш подкаст и на предыдущей тренировке решил внедрить что-то новенькое. Я думаю, что мы увидим ровно ту же схему, что и против Баварии. Скорее всего, даже практически такой же стартовый стасов, разве что Чорлока, наверное, уже не сможет сыграть все шесть матчей группового этапа, и это будет единственная замена. Но мне немножко интересно, как Симеона перестроит игру, исходя из этого, потому что я уверен, что он многое попытается подчеркнуть из матча Локомотива с Баварией. Да, у него есть целых шесть часов перелета, как он сказал, на просмотр матча. И поэтому я думаю, что это на данный момент для Локомотива оптимальная и схема, и задача по конструированию своих вот этих контратак, то есть оставлять двух игроков чуть ниже, чем Зе, и пытаться разогнать эту атаку. Надеюсь, Локомотив наконец только перестанет, вместо того, чтобы сделать передачу, вход в такт и в темп этой самой контратаки перестанет зачем-то останавливаться и возвращать мяч живоглядовую, либо мацию назад, а попробовать все-таки сходу завершать эти атаки прострелом в штрафную, либо каким-то ударом. А так, по сути, да, это... Я думаю, что матча будет достаточно похоже. Надеюсь, во всех вас лично это. Кроме итогового результата. На прошлой неделе Николич порадовал нас целыми двумя разными схемами. Одну он приготовил на Баварию, вторую он приготовил на Сочи. И это было то ли ромб 4-4-2, то ли 4-1-2-1-2. Очень узко располагались друг к другу рыбчинские коммановы в некоторых эпизодах. И это вообще, конечно, никак не работало. Из этих двух схем, наверное, конечно, я против Атлетика бы хотел 4-3-2-1 видеть. Но вместе с тем, лично мне кажется, что это не очень хорошо будет работать против них. В том плане, что, ну, наверное, защищаться, это нам поможет. Но сможем ли мы на ноль отыграть против Атлетик, я все равно не уверен. А вот в атаке вот такое построение... Не знаю. Скорее всего, в этом матче, судя по составу на Сочи, у нас в атаке выйдут Зелуиш и Лисакович. И Лисакович, наверное, получше, чем Смолов во всех, примерно, аспектах на данный момент. И, в частности, в завершении. Но как человек, который играет под нападающими, Лисакович меня пока не убеждает. То есть в 4-3-2-1 вот под нападающим хотелось бы видеть человека, который может прям вот резко, быстро, точно сделать передачу. Антон Миранчук эти передачи делает, а вот второй, он у нас слабое место. Я даже как-то не задумывался об этом, потому что мне кажется, что выйдет Смолов, конечно, в основе. И понятно, что, да, по составу на Сочи похоже, что действительно Исакович может планироваться в основу. Но я почему-то до сих пор слабо в это верю. Ты просто не хочешь верить в лучшее, в хорошее, в то, что Николич может сделать тебе подарок. Ну я зачем-то вчера посмотрел матч против Сочи и вообще перестал верить во что-либо хорошее. Но вот, опять же, возвращаясь к матчу с Баварией, это, наверное, первый матч в этом году, когда у меня не было больших претензий к Федору. Ну, по сути, вот, кроме того момента как раз, о чем ты говоришь, когда он не дал пас на Зе, который нужно было делать в первый такт, во второй, в третий, даже в четвертый. Он сделал это, по-моему, уже когда все было завершено, и тогда я даже, да, на трибунке немножко не сдержал себя. Проблема в том, что таких моментов было достаточно много, и, ну, вот этот он был самый яркий, и он произошел во втором тайме, когда вся команда уже начала играть в такт. В первом он особо не выбивался, он все тормозил, но и вся команда тормозила очень много. Во втором это уже вот вся команда играет быстро и в темп, а Федор Смолов раз, два, три, все по-прежнему придерживает мяч, все надеется его сохранить, а в этот момент Бавари успевает возвращаться. И, ну, я с большой, с большой любовью отношусь сейчас к Лисаковичу и надеждой на то, что он сможет. Но Лисакович против Атлетика, мне кажется, все-таки, ну, не сможет именно с этой ролью справиться. Скорее вот как раз с ролью человека, на которого Живоглядов навесит, а он где-нибудь как-нибудь свою голову подставит. А Камано? В Камано против Атлетика вообще нисколько не верится, потому что он пока и против Роттера не сильно справляется, ни против Сочи вообще не справляется, ни против кого он особо не справляется. А тут ему нужно будет быстро, точно играть против защитников топ мирового уровня. И я вообще не особо в это верю, в эту историю. Ну, вся команда не очень хорошо справляется с Роттером и Сочи. Ну, мне не особо нравится вот, во всяком случае, в моей голове идея вот Лисаковича в роли оттянутого форварда вот в той самой елочке. Конечно, он больше нападающий для 4-4-2, то есть такой легкий форвард, который в каждом эпизоде пытается добежать, что-то где-то попродержать мяч, точно отдать на фланг и самому первому вбежать в штрафную, чего иногда не хватает другим нашим форвардам. Но мне почему-то все надо слабо вериться в том, что он будет завтра в старте. Поэтому это будет как минимум интересно, потому что мне нравится, что делает Лисакович, мне нравится его вовлеченность в игру, мне нравится его вот этот азарт, из которым он и вышел против Зальцбурга, и вообще с которым он выходит практически в каждом матче на замену. Но уровень ли это Лиги Чемпионов, пока сомневаюсь. Давай вернемся на шаг назад. У меня есть еще один пункт, который бы очень хотелось обсудить. Ты его уже затронул, это прогресс Жуау Фелиша. И на данный момент то, что я видел, это огромнейшая роль двух человек в атаке Атлетика. Это Маркос Льюренте и это Жуау Фелиш, на которого сейчас, и вот опять же, да, он в прошлом году, он выходил на замены, только Локомотив наказывал, а в остальных матчах он там выходил очень ненамного времени. Естественно, все фанаты Атлетика негодовали, как мы сейчас негодуем по поводу Алексея Мирончука, которого не выпускают, так и фанаты Атлетика негодуют. Зачем покупать человека за 120 миллионов евро, держать его на скамейке, а когда он выходит, он достаточно во многих матчах растворялся на поле. Но сейчас, сейчас это вообще другое дело, и я думаю, что Жуау Феликс это самый часто получающий мяч игрок в составе Атлетика, и уж точно самый часто получающий мяч в атаке Атлетика. То есть Суарес может за игру получить мяч раз 10, Фелиш его коснется раз 100, наверное. Как сдержать Феликса, Фелиша, Феликса, учитывая, что у нас при этом не будет Чурлуки, и скорее всего, да, мы ждем Слободана Райковича на поле. Раз уж ты затронул тему, то, конечно, Гасперини аут, невозможно больше терпеть этого итальянского физрука. Во-вторых, ты прав, то, что очень разные форварды, то есть вот вообще тяжело Фелиша назвать именно таким типичным страйкером, потому что он и по физическим кондициям немножко другого роли игрок, и ту самую роль на поле он выполняет совсем другую. Вот когда Федор Смолов пытается получить мяч, он обычно спиной к чужим воротам доходит до уровня наших защитников и отдает пас Мурилла либо Чарли, и потом он возвращается в атаку. Фелиш действительно... Извини, перебью, ты абсолютно точно сказал, вот в модели Атлетика Феликс исполняет ту роль, которую у нас старается исполнить Смолов, но разница в этом исполнении, она настолько космическая, то есть Смолов пытается сделать все то же самое, что делает Феликс, только у нас это выглядит смешно, а Феликс делает разницу. Мне очень нравится Фелиш, я много раз об этом говорил, то, что он очень здорово играет в подыгрыше, но у него очень классный, мощный, точный удар. Уже даже в этой Лиге Чемпионов даже Нойера он наказал, не помню, кто там из футболистов Атлетика затерялся в офсайде, и поэтому гол не засчитали, но там действительно был очень такой плотный, хороший удар. Феликс вообще, по-моему, он самый бьющий игрок Атлетика в этом сезоне, где-то я видел такие цифры, что там у него большое преимущество перед всеми остальными нападающими командой. И вот этой настырностью он немножко подкупает, поэтому я думаю, что против него в большей степени будет играть Мурила, потому что все-таки номинального на Мурила наш левый центральный защитник, и обычно Фелиш все-таки чуть правее действует в атаке Атлетика. Но когда был Тополя Райкович, Мурила был нашим правым центральным защитником. Ну, это я помню. Но с Чорлока он играет левого. И с Лассоом тоже играет левого. Возможно, кстати, это будет один из кличков к разгадке вопроса Слободан либо Виталик. Но я все-таки думаю, что Мурила будет... Хотя, может быть, не особо это будет хорошо, если Мурила будет выдергиваться чуть больше в среднюю линию, оставлять это за собой. Поэтому, возможно, кому-то из тройки опорников номинальных чуть больше эту роль делегирует. К тому же Дане Куликову именно контролировать смещение Феликса в глубину поля. Я думаю, что на это, безусловно, нужно обращать внимание, потому что он очень здорово действует именно между линиями. Получает мяч, разворачивается, бьет. В отличие от форварда сборной России. Я бы очень хотел посмотреть дуэль на поле Дани Куликовой и Лукаса Тарейра. Два опорника с лицом младенца, ростом метр семьдесят. Есть стереотип о том, что опорники не могут быть маленького роста, не могут быть легковесными. Но Тарейра, я думаю, уже многим все доказал. Дане Куликовой это только предстоит доказать. Но я очень хочу, чтобы они встретились на поле и померились силами, так сказать. В каком-нибудь жесточайшем подкате, где щитки будут просто пополам трескаться. Но без карточек. Ну, надеюсь. И травм. Надеюсь, ты всегда боишься, что Куликов получит желтую карточку слишком рано. Хотя в последнее время, мне кажется, он уже достаточно должен был уверить нас, что он способен контролировать свои эмоции, способен контролировать себя на поле. В воротах Атлетика все еще по-прежнему стоит Ян Облак. Как тебе, Ян Облак? Я вот, например, когда смотрел матч Red Bull в Зальцбург против Атлетика, комментатор сказал, что к Облаку в прошлом сезоне у кого-то было много претензий. У тебя есть претензии к Яну Облаку? Ну, лично я, конечно, против нее ничего не имею. Мы в достаточно хороших отношениях. То есть нет какого-то прямого конфликта между нами. Но, блин, вообще тяжело говорить про этот сезон, потому что он вроде начался очень давно и закончился только что. Но, мне кажется, до того самого карантина Облак был, наверное, лучшим в этом мире, вот в той форме. После карантина Нойер вернул где-то, нашел свои старые конспекты и вновь отобрал корону себе. Но Облак такой выразец надежности. Очень здорово действует и на ленточке, и на выходах благодаря своему росту. Мне кажется, на данный момент он точно в топ-3 находится все равно. Вот, собственно, вопрос, сможем ли мы его, наконец, пробить. Потому что единственный гол, который мы забили, был забит другому вратарю. Рыбус бабахнул с 30 метров, но это был, не помню кто, но это был не Облак. Возможно, Облак бы как раз спас в том моменте. Мы его пробьем в этот раз или нет? Не один раз точно. Локомотив же выходит с установкой забивать и забивает пока в каждом матче этой Лиги Чемпионов. Поэтому я не думаю, что именно Облак сыграет какую-то ключевую роль. На самом деле многие вспоминают его сейв в том году, и что он действительно там мог сильно перевернуть игру, потому что 0-2, и Локомотив в дроде как начал живо проводить свои атаки и немножко нагнетать опасность ворот Атлетика. И после того сейва Облакова Локомотива качать на все разрушилось, и больше даже массового момента не создали. Но все равно, мне кажется, что слишком превознесена роль того сейва в прошлом матче с Атлетикой. Но я надеюсь, что на этот раз... Ну не может человек сыграть два раза подряд на 0 в Черкизово. Ну кому такое дается? Я думаю, что найдутся такие вратари. Как тогда должен Локомотив играть, чтобы вскрыть оборону Атлетика, чтобы забить облаку? Есть вариант, который используют команды в Испании. Это фланговая игра, это фланговые навесы и попытки переиграть именно Савича и Филиппе или Хименоса и Савича, в зависимости от того, кто будет в центре обороны играть конкретно против нас. И есть вариант, который использовали Бавария с Зальцбургом. Это атаки по центру, это максимальное давление, это перехваты и, соответственно, тут же возврат мяча в штрафную площадь. Невозможно не проецировать. Все-таки на предыдущей тур Лиги чемпионов, несмотря на то, что это, конечно, совершенно разные команды будут противодействовать Локомотиву, но мне не сильно индивидуально нравятся защитники Атлетика Мадрида. Хименос очень крутой, но вот в последний год он сильно сдал и сейчас только вернулся после травмы. Савич достаточно медленный защитник, у которого возникают те самые проблемы, которые были против Зальцбурга, что там пацан Дака слишком сильно его переигрывает скорость и вообще у Савича действительно часто возникают проблемы с тем, чтобы нагнать нападающего на какой-то дистанции. Поэтому... То есть у Баварии Локомотив все равно умудрялся выходить на один на один, даже практически там убегая со своей половины поля, несмотря на то, что там были Алаба, который бежит, так что все бежали, и... Суле, да, по-моему, был? Суле. Да, который тоже достаточно быстрый защитник. Я бы не назвал Суле на самом деле быстрым защитником, скорее мощным, но в целом я понимаю твою мысль, но есть достаточно большое отличие Атлетика и Баварии в дальности линии обороны от своих ворот. Бавария играет четыре защитника, которые чуть ли не в чужой вратарской находятся. У Атлетика линия обороны гораздо ниже, и в целом народу в обороне они держат все равно, да, все равно это концепция Симеона, концепция футбола Симеона, она в этом плане не меняется. Я когда смотрел, у них спокойно, они с Бетисом, с Ассасуной защищаются, 8-9 человек своей штрафной, и им это абсолютно норм. Бавария даже против нас, даже когда счет был 1-1, она защищалась 4 человека, 3 человека, больше сзади не держала. Она считала, что ей это достаточно. Атлетика так играть не позволяет. И поэтому я боюсь, что забросы за спину, они, конечно, ну, в определенной степени всегда носят опасность, таят в себе опасность. И Зальцбург таким образом забил. Но перед этим, перед этим, для того, чтобы этим воспользоваться, нужно будет очень сильно выманить Атлетика на себя, пасоваться на своей половине поля, и при этом не терять мячи. А Атлетика прессингует очень даже неплохо. Ну, Зальцбург-то именно этим и занялся. Они выманивали линию обороны Атлетика очень высоко. И, собственно, забили после того, как, после фактических атак, едва ли не со своей половины поля, там уже выбегали с численным преимуществом. И тот же начало матча, наверное, второй тайм матча с Баварией, там, понятно, что, конечно, нужно было отыгрываться, но вот в этой лиге чемпионов, мне кажется, Атлетика играет с куда более высоким уровнем обороны. И, конечно, я, наверное, буду даже рад, если Атлетика вдруг решит против Локомотива сыграть еще ниже и вообще забудет про свою атаку, забудет о том, что Трипье ночует и живет в штрафной площади соперника и приедет играть на 0-0. Это неплохой расклад. Но я думаю, что почему-то вот это будет... Игра Атлетика будет похожа на матч против Зальцбурга. И действительно, Локомотив здорово выманивает соперника своими розыгрышами всех свободных ударов на своей половине понят. Гилермия, Мурилла, Рыбус здорово выходили из-под прессинга. Даня Куликов, конечно, провел гениальные матчи. Я надеюсь, повторит его еще не раз, а не два, и не три. И даже будет еще лучше справляться. Но действительно, прессинг Атлетики это немножко другое. Но раз у Зальцбурга два раза получилось. Я думаю, что Локомотив вполне может. Еще одна разница между Атлетико и Баварией это в более вертикальности футбола. Несмотря на то, что в атаке, как мы уже сказали, есть Суарес Фелиш, которые больше любят возиться с мячом, больше любят короткие передачи. Все равно время атак Атлетико оно очень короткое. Гораздо более часто они используют дальние передачи в переднюю линию, либо во фланг на крайних защитников, либо просто на Суареса заброс, либо в три паса как-нибудь в разрезающую передачу выдать между двумя центральными защитниками. Но в отличие от Баварии, которая ну, по крайней мере, с нами хорошо так возилась с мячом и пыталась там что-то как-то резкими, например, переводами с фланга на фланг делать, футбол Атлетика гораздо более вертикальный. И как я уже в одном из обзоров говорил, локомотив в вертикальном футболе, когда нужно защищаться на скорости, когда ты бежишь к своим воротам, когда ты просто на скорости именно защищаешься, у нас есть определенные проблемы. И в этом я вижу тоже серьезную опасность именно Атлетико по сравнению с двумя другими командами, которые находятся в нашей группе и которые больше проповедуют именно контроль мяча. Особенно с тем, что вполне вероятно, что завтра в основе выйдет Слободан. Как раз-таки за него в этом плане еще более волнительно, потому что он провел, конечно, хороший тайм против Баварии, но практически все время он действовал спиной к своим воротам, лицом в поле, и ему не приходилось совершать никаких забегов и тому подобного. Я думаю, что Локомотив поставит достаточно низкий уровень обороны. То есть Мурила с Райковичем будут достаточно вжаты к своим воротам, но это дает ту самую свободу в центре поля, чуть больше, чем, наверное, хотелось бы, и пространство, которое точно будет заполнять Феликс, и надеюсь, что больших забегов наших центральных защитников не будет, потому что действительно в этом видится слабость основы Локомотива. Давай сравним наши ощущения. Вот несмотря на все то, что я говорил про Атлетика, про их футболистов и про стиль, у меня почему-то на данный момент гораздо более позитивное ожидание от матча с Атлетика, чем от матча с Баварией. Во-первых, Атлетика сам по себе, вот они забили шесть гранади, но в остальном они не стараются забивать много, они строго ограничивают количество своих голов, а иногда не забивают вовсе. И в целом у меня есть ощущение, что Локомотив с этим Атлетика, в отличие, например, от ощущений прошлого года, когда я вообще не понимал, что мы можем противопоставить этому Атлетика, сейчас у меня есть ощущение, что мы и забить можем, и при этом много тоже не пропустим, а может вообще ничего не пропустить, если очень здорово сыграем. К сожалению, Чурлуки не будет, если бы был Чурлук, а эти ощущения бы, наверное, еще сильнее у меня укрепились. Да, все-таки в меньшей степени я верю в Райковича и Мурила в том, что они могут сдержать Феликса, Льюренте и Суареса, но тем не менее, этот Локомотив уже показывал, что они готовы терпеть в обороне и играть очень концентрированно, очень здорово. И при этом, вот как я уже сказал, мы в атаке тоже можем что-то соорудить, поймать Атлетика и наконец-то пробить облако. У тебя как с ощущениями от матча с Атлетикой, вот именно в контексте матча с Баварией лучше, хуже, есть ли какие-то вот именно отличия в ожиданиях? Я бы даже немножечко сдвоил эти матчи с Атлетикой и сказал бы, что есть очень большое ощущение, что как минимум блокмотив в этих двух матчах должен набирать очки. То есть, если не в домашнем, так в гостевом, либо наоборот. Мне кажется, что и сам матч против Баварии все-таки вселил уверенность и какое-то понимание даже и самим игрокам, по-моему, Рыбус об этом говорил, что мы убедились, что мы можем играть на очень хорошем уровне против самых больших грандов европейского футбола. Но не против Заболотного. Да, именно это я и хотел сказать. Поэтому, ну, я просто вообще забыл про локомотив в чемпионате России и как бы сейчас с Атлетикой, а потом опять с Атлетикой играем. Не знаю, что там будет посередине. Поэтому, ну, ощущение, да, что, ну, должны брать очки. То есть, что теория вероятности, это же хорошо за нас работает. То есть, четыре матча подряд выиграть, это ок, а пять матчей, шесть матчей подряд выиграть, это уже точно сложнее. Нас на инженерном факультете учили, что теория вероятности так не работает. Но, я рад за твой оптимизм. Твой оптимизм это вообще то, что сопровождает наши подкасты. Очень жалко, что предыдущий прогноз не оправдался. 2-2 были очень близко. Рефат, Рефат, я ему в инстаграм написал, ну что ты, ну как, ну, 2-2 идеально заходило, а ты вот. И это было бы, конечно, триумфом нашего подкаста, но у тебя есть еще один шанс для того, чтобы оправдать наши экспертные мнения. Нам много пишут о том, что мы не угадываем с нашими прогнозами и вообще не можем считаться экспертами, потому что никогда не попадаем. давай попробуем в этот раз угадать, что же произойдет на поле, как будет проходить игра, кто забьет первым и какой будет итоговый счет. А состав-то какой? Давай поугадываем. Мы просто думаем, что две наиболее проблемных позиции мы уже с тобой обсудили, да, это кто будет в паре с The Luish'ем, которого очевидно совершенно готовили на матч с Атлетикой, поэтому выпускали так поздно в игре с Сочи. Да, я думаю, что нет вопросов после матча с Баварией, что The Luish сыграет и сыграет даже все 90 минут. Это, ну, либо Смолов, либо Лисакович. Я думаю, что это Лисакович, ты думаешь, что Смолов. Верно? Да. Ну и, соответственно, в пару к Мурилу у нас либо Райкович, либо Лысцов. Лысцов написал трогательное послание в Инстаграме о том, как он очень сильно извиняется, но я подозреваю, что, ну, раз на Баварии выпускали Райковича, Райкович не играл в Сочи и, соответственно, полон сил, полон желания доказать, что он Рэмбо и готов спасать Отечество. Я поставлю наоборот Виталика. Мне кажется, что, если бы Райкович готовился на Баварию, то вот его как раз бы сыгрывали чуть больше с Мурилу. в матче выходные. Не знаю, как он закончился, правда, как сыграли. Поэтому я за Виталика и, на самом деле, когда Чарли получил травму, Марко сразу крикнул «Виталик, готовься!» и сначала он вообще один побежал разминаться, только через несколько минут к нему присоединился Райкович и не знаю, почему вдруг решено было переиграть. Поэтому я думаю, что будет все-таки Лысцов пожелаем ему удачи. Нельзя же два матча не очень удачно провести. Ну, по крайней мере, можно еще один будет потом пост в Инстаграме накатать. По остальным позициям, я думаю, ну, нету, да, вопросов. мы сто процентов ждем Мурила, ждем Живоглядова, ждем Рыбуся, ждем Куликова, ждем Крыховика, ждем Влада Игнатьева, ждем Антона Миранчука и, соответственно, два нападающих, это либо Смолох, либо Лисакович и сто процентный Зелуиш. Думаю, что... Не пора ли поменять Гильерме? На баночку присадить? Ну, да, возможно, пора кого-нибудь из списка Б попробовать, потому что, ну, я просто пытался представить, какой гол должны забить Локомотиву, чтобы в нем не обвинили Гилю. Ну, типа, что должен сделать человек? Я уже видел, как люди в девятку забивают и все равно говорят, что, блин, ну, Гильерме, конечно, не работал, но зачем-то на метр от линии отошел. Смотри, Коченков уже играл против Атлетика и отбил пенальти. Возможно... Утрепье. Возможно, это будет наш козырь. Не хотелось бы, особенно вот выходить из-под прессинга, когда мяч будет у Антона. Ну, давай вернемся к прогнозам. Теперь, когда ты знаешь наш состав, давай вернемся к прогнозам. Раз уж возвращаемся к прогнозам, то в первую очередь скажу, что я стараюсь их не особо проецировать с реальностью и наоборот, я вот люблю как раз ошибаться в прогнозах. В том году все-таки я считаю, что я внес очень большой вклад в серебряные медали «Локомотива», пять раз поставив на победу Краснодара и Краснодар четыре раза не смог ее добыть из пяти ставок. Это вообще отличный результат. Поэтому и раз уж все не сбывается, как я говорю, то пусть будет сухая победа Атлетика и вот так мы попробуем сбить эту фишку. То есть сухая победа значит и Атлетика первым забьет и сколько в принципе Атлетика по-твоему может закатить «Локомотиву» в таком случае. Я думаю, что низ 1-0 сухая победа Атлетика это если Фортуна слышит атак, конечно, потому что «Локомотив» должен, братички, должен забивать в этом матче. Очень бы хотелось в это верить. Тогда, наверное, я буду добрым полицейским в сегодняшнем выпуске подкаста. Я тоже абсолютно уверен, что это будет тотал меньше двух с половиной, ну, может быть, три с половиной, если вдруг там обменяется голами и 2-1. Но думаю, что больше трех голов точно не будет забито. И самый вероятный для меня счет это 0-0 или 1-1. Если у нас получится забить, то я думаю, что Атлетика все-таки тоже сможет забить. Ну, как у нас обычно это бывает, мы забиваем, после этого прижимаемся к воротам и полностью отдаем игру. А Атлетика вполне вероятно это та команда, которая может воспользоваться таким преимуществом. Соответственно, если Атлетика первым забьет, то у нас, конечно, будет чуть меньше шансов на то, чтобы отыграться, но я все равно верю в ребят и верю в то, что этот Атлетика, как мне кажется, можно наказывать и они в Лиге Чемпионов допускают ошибки и пропускают. Но еще более вероятно это просто те самые 0-0, когда находит коса на камень. С одной стороны 4-4-2, с другой стороны 4-4-2. Огромное количество навесов, центральные защитники все выносят, 90 минут побегали, разошлись и готовимся к матчу в Мадриде. Вот мне почему-то кажется, что примерно вот таким образом должен проходить этот матч. А ты не помнишь, как я на Зайсбург ставил? Не помню, но по-моему... ничьи не пытался наковырять. Нет, ты не попадаешь в прогнозы, а там у нас была ничья. По-моему, ты обещал, что мы забьем на последней минуте Крыховик или что-то в этом роде на 90 плюс первой минуте подключится и забьет. А то вдруг на Лигу Чемпионов нужно немножко по-другому работать. Это очень важно. Я сейчас очень быстро открою. Но то, что мы с прогнозами не попадаем, это я тебе 100% говорю. Ну, тогда, значит, оставляем все, как есть. Отлично. Это был Ежи-подкаст. Это был Александр Малых и Артем Цалон, он же Ежи-Лока. Соответственно, ждем матча во вторник, надеемся на лучшее, желаем нашим ребятам победы и доказать то, что мы в этом розыгрыше Еврокубков лучшая российская команда безоговорочно. Согласен. Теперь заканчиваю и погнали записывать подкаст для Аталанты.